Добрый день! Есть у меня штангенциркуль. Хранится он у меня в таком вот кульке от посылочки. Не очень удобно. Решил я сшить для него чехольчик. Что я уже сделал? Положил примерно вот так вот. Обвёл дальше. Потом сравнял, чтобы вот эти выступы, форму какую. Потом решил, что лучше сделать вот так, чтобы меньше всяких изгибов. И вот что у меня. Плюс прикинул, так вот подогнул, чтобы не выступало за эти пределы. И здесь так на глаз свернул. Здесь надо будет подлиннее язычок сделать, здесь пришить. То есть мне надо будет одна деталь вот такого вот размера, вторая деталь вот такого чуть подлиннее. И кусочек вот сюда пришить. Что нам понадобилось? Вот есть у меня дерматинчик. Он такой грязноватый. С дырочками от дивана. Вот. Но я думаю, он мне подойдёт в самый раз. Почему? Потому что... Ну, это всё равно будет лучше, чем ничего. Вот. Сейчас мы... Нагрузки здесь нет. Сыпучих мелких вещей, которые высыпятся через дырочку, тоже нет. Можно вырезать из середины, как раз будет хороший. Мне жалко переводить. Так я вот как-то вот с краешку. Так что сейчас я выключу камеру, обведу выкройку. Здесь надо прикинуть этот вот размер. На сам размер надо прикинуть ещё на шов. Немножечко. И всё. То есть вырежу, потом включу камеру, покажу, как буду шить. Шить, я думаю, это на обычной машинке. Швейной. Чёрной ниточкой. Да, наверное, чёрной. Ну, хотя... Всё, пауза, потом продолжим. Так, продолжаю шить чехольчик для этого. Вот я вырезал. Что я сделал? Сшил вот эту. Здесь прошил. Вот наметил. Скрепил этими. Ну, вот он проверил, что вылазит. Так, ага, вылазит. Ну, вылазит. Нефиг вот это сюда. Вот, что произошло, в чём проблема возникла. Я перепутал. Он же не симметричный. Получается, по-хорошему, его надо вот так вот сшивать. Мне лень. Ну, то есть этот будет такой. Вот такой он получается. Вот. Ну, так как я всё кроил и чертил с запасом, оно получится более-менее неплохо. Чуть-чуть. Вот. Плюс здесь получилось почему-то не по прямой, а наискость. Но наискость мне даже больше нравится. Такая небольшая. Вот я отметил эту. Мне надо пришить с двух сторон. Сейчас буду пришивать. Так. Всё понятно. Ниточка. Ниточку подтянуть. Ага. Вот, как сказать, видео, где шьют много. Но в основном шьют все профессионалы. Думали, блин, я же так никогда шить не буду. А я решил показывать, как шить плохо. То есть оно, да, не идеально, но оно будет функционально. И, соответственно, для меня главная функция – он марин. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Так, я думаю тут нагрузки особой не будет, поэтому... Чик, всё готово. Потом вытянем... Сейчас вытянем какую-то иголочку, наверное... Вытягиваем обе ниточки внутрь, и завязываем узелок. Раз... Извиняюсь, немножко что-то подпростыл. На улице жара, я сидел вчера в пол, где-то картошечку перебирал. Пора растать начала. И немножечко, видимо... Да и холодное пил вчера. Так, чуть-чуть буду похрипывать. Так, ладно, это я что-то не вижу второго конца, но... Ну и ладно. Так, с одной стороны прошили. Угу... Теперь вы видите, почему я медленно всё делаю, потому... То есть, не почему я медленно, а почему у меня всё долго снимается, делается. Так, я медленно работаю. Опа... Уп! 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 Ну что такое? Уп! Уп! Здесь я всё спущу, оп, нам надо ниточку, всё, теперь сейчас мы её затягиваем внутрь. Так, вот раз, два, и три, так, вот здесь Наталья второй тянется хорошо внутрь, сейчас посмотрим, вот она торчит. Вот торчит. Да ну и ладно, ничего с ним не будет. Вот теперь надо нам как-то их совместить, совместить несовместимое. Вот. Сейчас я в раздумьях, то ли просто можно прошить вот так вот, то ли вывернуть и прошить. Потом больше после выворачивания оно будет как-то не так. С другой стороны, при выворачивании то внутрь оно будет как-то вот толще, лучше. Так что давайте попробуем. вот так вот. Что у нас это? Не, хватит немного. А нет, чуть-чуть всего. Ну вот. Сейчас, секундочку. Вместо наметывания я использую, можно вот такие использовать, но они не всегда удобные, они, так скажем, для примерок, для каких-то этих вещей. Для шитья лучше использовать вот канцелярские скрепки, вот эти не скрепки, зажимы, потому что вот мы их сейчас прихватим сразу, чук, чтобы оно не двигалось. И, как сказать, оно не оставляет, то есть это не нитка, где надо прошивать, а мы здесь вот сразу чук прихватили сейчас вот. И всё, можем смело начинать. так вот. Ну, единственный недостаток здесь вот у меня это чуть-чуть выступает, и они за неё цепляются, вот надо то есть их переодеть, ну и вот здесь бывает за край. Надо сразу их отцеплять. Сейчас вот так вот чук. Давайте здесь покороче сделаем. Назад. Снова вперёд. Всё. Одно снимаем. Вот. Все передвижения, такой момент, я сразу вдруг, кто никогда не шил, не знает, я делаю, когда игла опущена, она у меня как бы той оси вышла, если мне надо, что я делаю. Чук, 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 покрутить. Чтобы, если игла не опущена, можно сдвинуть, ну, получится не красить. Такой момент для начинающих отметить. Вот, видите, я приподнял хлопчик, игла опущена. Так, давайте здесь вот для, чтобы краешек не ушёл. И затрюкнем. Ну, тут можно, кстати, тоже, на всякий случай, можно не прихватывать, но что-то она не нравится мне. Я прихвачу. О, можно его даже сделать, я понял. Он сейчас верхняя чуть-чуть выступает, но я его сейчас сюда сдвину, она будет немножко топорщиться, но у меня же этот не плоский. И в результате я не соскочу, ну, так сказать, ну, не пройдёт так, чтобы это... Вот сейчас, и прихвачу этим сейчас как раз, да. То есть, вы видите, здесь вот немножко вот он выезжает, а здесь, соответственно, вот это выезжает. Вот, 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 вот. Вот, здесь у нас что? Пятни? Ага! назад возвращаемся немножко хотя с дерматином туда-сюда но немножко по моему не лучший вариант потому потому что мы пилоты потому что она прорваться есть тенденция ну ладно посмотрим вот он получился так сейчас давайте я паузу сделаю то я думаю много уже он и снимал вот я продолжаю вот он отлично входит но я хочу сейчас прошить еще вот здесь будет высший класс ниточку а Чем плохо, здесь надо как-то его растягивать, потому что здесь можно уже и не растягивать, никуда не денется, здесь тоненькая часть. Все, в общем-то близко, подлиннее. Подлиннее. Опа. вот бывает у меня машинка не знаю такой совет тоже для начинающих вот плохо как-то прошивает может слабенькая может это я кручу не за ручку а за маховик когда я как-то больше контролирую скорость меньше а контроля больше то есть я могу медленнее точнее сделать а Так. Так. Ну что, момент истины. Не-не-не. Так, ну так вот можно лазить. Чук. Вот кончик мне здесь сейчас ещё не нравится. Я думаю, что надо что-то или пришить, или приделать. Ну, тем не менее, вот он всё, чехольчик. Уже можно использовать. Вот он с дырочками, но чем мне нравятся эти дырочки, это вентиляция. Чтобы не ржавел он там внутри, это будет вентиляцией. Вот, не знаю, буду я сейчас что-нибудь доделывать или нет, но всё, видите, рабочая вещь. Можно было пришить сюда ещё эту, вешать на ремень. Вот так. Лёгким. Так лёгким он не получается, но... И всё померил. Всех измерил. Всё, инструмент должен быть... Давно я хотел это сделать. Вот, потратили мы ещё немножко времени и немножко ниток. Вот я снимал, а так я бы включил музыку, или глядел бы кино, или там видео. Так что всё, благодарю за внимание. Всего доброго. Всё.